Проблема экстремизма остается сегодня одной из самых актуальных. Конечно же, для того, чтобы противодействовать формированию радикальных убеждений, нужна четкая и слаженная работа. Именно этому был посвящен обучающий семинар по реализации стратегии государственно-национальной политики Российской Федерации до 2025 года в Чувашской Республике. Площадкой для проведения мероприятия стал Дом дружбы народов Чувашии. На семинаре гости познакомились с актуальными тенденциями и результатами исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений, проблемами и вопросами права применения конфликтологии и социологии. Прежде всего, нужно взаимодействовать с национально-культурными объединениями, этническими землячествами и диаспорами, а также религиозными организациями. Особое внимание нужно уделить молодежи, поскольку именно в этой среде легче всего формируются радикальные взгляды и убеждения. В первую очередь, мы заостряем внимание на чем? Мы заостряем внимание на молодежи. Надо работать с молодежью, но и не только с молодежью, с остальными категориями населения. То есть, людей надо учить, надо быть посредником между группами людей, между представителями национальностей и между властью. Я думаю, так. И когда есть вот это взаимодействие, когда нас слышат, когда мы можем донести до людей хорошие положительные вещи, наверное, тогда все и получается, мы живем дружно и хорошо. На сегодняшний день в Чувашии действует более 30 национальных культурных объединений. Они взаимодействуют с органами власти в конструктивном ключе. Ну, чтобы не было таких ситуаций, как на Горном Карабахе, надо просто вместе сесть за круглым столом, разработать планер действия, работы, вместе сотрудничать в культурном, этнокультурном и религиозных отношениях, дать все вопросы решить вместе в одном коллективе. Так что образованный человек со стойкими моральными принципами сможет противостоять этой угрозе. И поэтому такая разъяснительная и профилактическая работа должна продолжаться. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь из столицы.